Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Сегодня мы с вами поговорим об операциях на техническом винограде и поговорим о зеленом сборе. Что это такое, когда его делают и для чего. Возможно, кто-то из вас слышал, что это такое. Так вот, это удаление лишних гроздей для повышения качества урожая. Казалось бы, ну что такое удаление лишних гроздей? Мы и так это делаем, нормировка урожая. Да, действительно. Но чем же отличается зеленый сбор? Он отличается сроками. Обычно нормировку мы с вами проводим примерно после опыления. Зеленый сбор мы проводим, когда ягода уже начала окрашиваться. Конечно, возможно, этот ролик выходит несколько поздновато, но тем не менее, еще может быть актуально. Вообще, давайте посмотрим, как это выглядит на самом деле, а потом еще дадим некоторое пояснение. Итак, смотрите, это у нас Каберной Куртис. И мы видим, что грозди по-разному светевают. Здесь уже такие темно окрашены, на этом побеге слабо окрашены, здесь дальше тоже, видно, все по-разному. И сейчас мы можем удалить вот это вот все зеленое, и таким образом мы получим хороший качественный урожай и несколько раньше, чем если бы мы все это оставили. Также, смотрите, это уже, скажем так, не классический вариант. У нас еще есть грозди на опасенках. Причем, смотрите, какие. Там скромные, а здесь вот какие. Они были оставлены специально. Дело в том, что куст поджировывал. И чтобы его нагрузить, вот эти грозди оставлялись. Сейчас уже в этом необходимости нет. У нас конец августа. У нас уже должна созревать ягода. Уже бурного роста нет. Поэтому вот это все посункуем и точно удаляем. Хотя, повторюсь, это не классический пример зеленого сбора. Классический. Вот у нас основной побег. Вот у нас, смотрите, здесь. Гроздочка. А крашеная выше только красится, еще выше совсем зеленый. Эту убираем и эту уже тоже убираем. Конечно, если есть там желание, если мы понимаем, что у нас еще много-много времени, будет теплая погода, да, можно пробовать это оставлять. Но если мы видим по срокам, что может не созреть, если мы, опять же, хотим качественный, хороший урожай, при этом мы понимаем, что сорт у нас тоже с такими средними сроками созревания может быть и поздними, то провести зеленый сбор, ну, в этом есть смысл. Вот еще один пример. Это у нас альминский. Он, конечно, здесь в перемешку с ананасным, но я думаю, что четко видно, где кто. Смотрите. Вот у нас грозди такие неплохо окрашены, да. А вот, например, гроздь, ну, вот она только-только начала краситься. А вот дальше, смотрите, еще совсем, не совсем зеленая. Причем, опять же, вот на одном побеге вот пошел окрас, вот мы вот видим. То есть эту смело можно убирать. Я просто секатор сейчас не взяла, но убрать ее нужно. Принципиальное отличие зеленого сбора от стандартной нормировки урожая. Когда мы делаем стандартную нормировку, мы способствуем увеличению ягоды, увеличению гроздей. Когда мы делаем зеленый сбор, мы только ускоряем созревание. И смотрите, опять же, да, есть классическое там выращивание технорей, да, где, ну, есть определенные цели и задачи. Например, в некоторых странах четко регламентирован урожай, да, его нельзя, чтобы было больше. То есть у них свои цели и задачи. И у нас, когда мы выращиваем для себя в микромасштабах, у нас, конечно, задачи могут быть другие. И, например, увеличение урожая для нас, ну, это не так уж и плохо. Можно, конечно, с пеной рта доказывать, что, да, там качество вина будет хуже, туда-сюда. Но мы с вами понимаем, что, ну, у нас нет гектаров, да, мы не можем себе позволить выращивать там в одной маленькой грозюльке на лозе. И смотрите, в нашем случае, вот я показала такую разницу. Нам ведь важно, чтобы урожай созрел, правильно? И сейчас, убирая вот эти зеленые грозди, осуществляя зеленый сбор, мы ускоряем созревание урожая. Более того, через две недели вот оно может стать равномерно окрашенное, кое-что может быть уже готово, но я не буду помнить, какая грозь была готова, какая грозь была не готова. И, соответственно, да, в сусли мы тоже получим, например, в гроздях мы смотрим, у нас сахар 22 условных, а в сусли будет 19, а может быть даже и 18. Ну, не исключено, потому что были грозди и зеленоватые. Ну, можно, конечно, сходить их промаркировать. Ну, это большая забота. Кроме того, мы еще должны ориентироваться на погоду в нашем регионе, примерно прогнозировать, что у нас будет в будущем. И вот я понимаю, что я сейчас могу, да, уменьшить урожай, но все-таки ягода созреет, да, либо сидеть и ждать, надеяться, что, может быть, созреет все, а может и не созреет все, не созреет, понимаете? И вот здесь мы получаем такие качели и на основании этого принимаем решение. Нужно нам это делать или не нужно? Имеет это смысл или не имеет? Вот в тех случаях, в реальных примерах, которые я вам показала, конечно, это имеет смысл. Ну, а делать это или не делать на вашем винограднике решаете вы. Надеюсь, видео было вам полезно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом нажав кнопку «Еще», ссылка на каталог наших сортов, винограды и наши контакты. И до новых встреч!